Всем привет, с вами Артём. Сегодня речь пойдёт о интернет-покупке с магазина The Fool. О нём я говорил ещё 11.11, и вот я решился что-то заказать оттуда, точнее куртку, а точнее осеннюю куртку. И что же из этого вышло, я предлагаю посмотреть в этом ролике. Приятного просмотра, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал. Тут много всего интересного, так что погнали смотреть. Куртка приходит вот в таком виде, доставили её транспортной компании SDEC, оценил продавец её в 35 баксов, так же как она и стоила на момент покупки. И весь кило 100. Давайте посмотрим, что у нас находится внутри посылки, надеюсь, там всё нормально. И сразу видим, что у нас куртка в пакете таком фирменном, написано The Fool, и Made in China на этикетке. Ладно, давайте посмотрим, как её открыть. Ага, так, у нас всё просто открывается, всё для людей сделано, и, собственно говоря, сама куртка. Так, ну что, смотрю, есть бирочки, это уже радует. Ну что, давайте сейчас поближе её посмотрим и померяем. Если говорить в общих чертах, то это точно то, что я заказывал. То есть, то, что мне показали на картинке в интернет-магазине, то, что я получил и держу вот сейчас у себя в руках, это точно то, что я заказывал. То есть, она никак не отличается от картиничного варианта. Есть всякие бирочки, тут тоже за Fullman всё как бы подходит. Подкладка точно такая же, как и была на картинке. Все молнии работают, все кнопочки закрываются. Также все карманы у нас тоже рабочие. Даже внутри есть тоже карманы, есть бирочки, на которых мало чего понятно, потому что всё на китайском языке. Но это точно то, что я заказывал. Все утяжечки, внутренние утяжечки, всё идентично. Если говорить по минусам, то, может быть, она будет собирать катышки на себе. Но это, как говорится, всё зависит от материала. Я захотел такую куртку, я её заказал. Ссылка, если что, на неё будет в описании. Ну, а сейчас давайте, что ли, примерим её. Сейчас, ребят, хочется сказать о самом главном косяке. Это даже не косяк интернет-магазина. Это чисто моя вина, я признаю, я не идеален, как и многие люди в этом мире. Но я не угадал с размером. Да, я не угадал с размером. Я не знаю, как это выглядит на видео, но она мне мала. Она мне мала, хотя я заказывал размер XL. Хотя у меня LKM-ка, там, ну, опять же, разные магазины, имею в виду у нас в рознице. Либо LK, либо M-ка у меня. А я взял XL, и она мне не подошла. Понятно, что да, я очень сложал, очень сложал. На самом деле, куртка классная. И если бы она была моего размера, я бы себе обязательно её оставил. Мне придётся её теперь отдавать брату. И мне жалко. Мне жалко, потому что куртка реально прикольная. Она бы вписалась в мой гардероб именно на осень. На такую более-менее тёплую. То есть плюс пяти, плюс десяти. Либо на распашку, либо как-то так. Как-то так. Она бы мне подошла. Но, увы, размер мне не подошёл. Поэтому мне надо было выбрать, наверное, либо 2XL, либо 3XL. Но, вот опять же, китайские размеры. Поэтому, ребят, на всякий случай, берите на два, как минимум, размера больше, чем ваш. Поэтому не повторяйте чужих ошибок и не берите вот такие вот маломерки. Маломерки. Не маломерят. У китайцев свои размеры. Они там маленькие ходят в себе. И поэтому вот такие вот шьют. Хотя я вроде бы как по таблице размеров смотрел. И я думал, что она мне подойдёт. Я был уверен, что она мне подойдёт. Но, видите, увы. В застёгнутом варианте, я думаю, ещё более наглядно видно, что она мне мала. Конечно, не надо, наверное, так себя показывать на ютубе. Но, как говорится, куда деваться. Раз уж захотел сделать обзор, так надо. Поэтому вот, даже если вытянуты рукава, видно, что они мне как бы, ну вот вообще никуда. Поэтому, ребята, заказывайте только хорошие товары по нужной форме. И если вы накидаете лайков под этим видео, то как бы попробую что-нибудь оттуда ещё заказать. И главное, чтобы с размером я в следующий раз угадал. Так что пишите, были ли у вас покупки именно в одежде. Потому что я до этого заказывал свитер, но он был с олишки. Как бы там проблем никаких не было с размером. А тут... А тут не угадал, ребят. Так что вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Больше лайков, больше товаров, как говорится. Всё будет, ребят. До скорых встреч. С вами был Артём. Всем удачи, всем пока. До скорого.